Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рохленко и Людмила Татарова. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день, 30 марта, в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых... Испанский художник Франциско Хосе де Гоя, российский писатель Константин Станюкович и голландский художник Винсент Ван Гог. Французский поэт Поль Верлен и немецкий, а также американский историк, теоретик искусства Эрвин Пановский. Польский математик Стефан Банах и трижды герой социалистического труда, конструктор самолетов Ил Сергей Илюшин. Французский писатель, сценарист и режиссер Жан Жеоно. И советский драматург Александр Гладков. Сегодня 30 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Этот день в мировой истории был отмечен следующими событиями. В 1775 году британский парламент принял закон, запрещающий североамериканским колониям торговать с кем-либо, кроме Британии. В 1856 году Крымская война закончилась подписанием Парижского мирного договора. А в 1858 Хаймель Лимпен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой. В 1870 году вступила в силу 15-я поправка Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав. В 1917 году состоялось признание Временным правительством права Польши на независимость. А в 1919 Михаил Калинин был избран председателем в ЦИК. В 1934 году газета «Правда» впервые употребила фразу «ТАСС уполномочен заявить». А в 1946 церемония вручения «Оскара» впервые транслировалась по радио. Сегодня 30 марта. В эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 30 марта 1326 года родился Иван II Иванович Красный, великий князь Владимирский и Московский, второй сын Ивана I Даниловича Калиты, отец Дмитрия Донского. Прозвище «Красный» князь получил благодаря внешности «красный» – «красивый». В летописях встречаются и иные прозвания этого князя – «милостивый» и «кроткий». Иван II был дважды женат. Первой женой была Феодосия, княжна Брянская. В годы моровой язвы чумы недуг не пощадил ее, и она скончалась. В 1345 году он вступил в брак с княжной Александрой Ивановной. Она родила ему сына Дмитрия, будущего Дмитрия Донского. Позже еще одного сына – Ивана Ивановича Малого. Он прожил всего 10 лет. По духовной отца Ивана Калиты Ивану II достались 23 города и селения. Из них главные – Звенигород и Руза. После смерти брата правителя Москвы Семена Гордова его вдова Мария отдала Ивану все завещанное мужем. И князь Иван Иванович Красный принял в 1353 году Московское княжение. Он продолжил политику отца по объединению русских земель. Однако в борьбе за право получения ярлыка на великое княжение Владимирское у Ивана быстро появился соперник – нижегородско-суздальский князь Константин Васильевич, которого поддерживали новгородцы. Но Ивану II удалось одержать победу над новгородцами и получить ярлык на княжение от ордынского хана Дженебека. Согласно летописи, Иван – правитель тихий, кроткий, милостивый и нечистолюбивый. Жил во всякой тишине, а потому и спокойствие отовсюду имел. При Иване II в состав Московского княжества вошли Дмитровские и Костромские земли. А сам князь сумел через митрополита Алексея добиться не только ярлыка на великое княжение, но и право судебной власти над другими русскими князьями. Иван II Иванович умер в Москве в ноябре 1359 года, приняв перед смертью схему. Похоронен он в Кремлевском Архангельском соборе. После его смерти малолетний Дмитрий был оставлен на попечение митрополита Алексея, которому Иван II поручил также управление и охрану княжества. 30 марта 1716 года в России был утвержден Устав Воинский, закреплявший военные реформы Петра I в области организации, обучения и воспитания войск с учетом опыта Северной войны. Военно-уголовные законы подразделялись на две особые самостоятельные части. Артикул записей с толкованием законов материальных и краткое изображение процессов или служебных тяжб. С изданием Устава началась новая эпоха истории русского военного законодательства. Устав представляет собой компелитивную работу, выполненную на основании множества источников. По всей видимости, основой для него послужили шведские воинские артикулы, в которые были внесены многие собственные изменения, добавлены элементы, которые были заимствованы из немецких, голландских, датских и французских законодательств. Считается, что первый вариант Устава был составлен на немецком языке. Затем его перевели на русский, после чего проект подвергся исправлению кабинет секретарем Макаровым и лично Петром. Далее последовало его утверждение Сенатом. Хотя изначально и по названию Устав был предназначен для применения в армии, сразу же после его принятия указом Петра I он был определен как основной документ для решения дел в общем судопроизводстве. Принципиальным моментом в принятии данного Устава было то, что он впервые в русском праве поставил на первое место не нравственное и религиозное содержание действий, а противоречие воле государства. 30 марта 1867 года в 4 часа утра в Вашингтоне государственный секретарь США и российский посланник подписали договор о продаже России и США Аляски с близлежащими Алиутскими островами. Территория свыше полутора миллионов квадратных километров, открытая и освоенная русскими землепроходцами в 18 столетии, была продана за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Это примерно 2 цента за гектар. Стоит отметить, что хотя россияне начали селиться в Америке еще с 1784 года, российские владения в Америке были по сути не государственной собственностью, а собственностью компаний. Сначала нескольких частных русских, а потом с 1799 года российско-американской. Какого-либо акта о присоединении этих владений у России не было. Это были владения российских подданных. Численность русских в колониях составляла тогда 600 человек и никогда не была выше 800. Одним из главных инициаторов продажи Аляски Америки был брат императора Константин Николаевич. По его мнению, у России не было никаких сил ни развивать, ни даже охранять эту территорию. В своих письмах Александру Второму его брат высказывает мнение, что если Россия не продаст Аляску Америке, то та ее просто вскоре захватит силовыми методами. Деньги, вырученные от продажи Аляски, должны были пойти на восстановление флота после Крымской войны. Большинство исследователей сходятся на том, что договор о продаже Аляски был взаимовыгодным результатом осуществления американских геополитических амбиций и основанного на трезвом расчете решение России сосредоточить усилия на освоении Преамурья и Приморья, присоединенных к Российской империи в 1860 году. Кстати, американцы не впервые приобретали территории таким образом. Они предпочитали именно покупать, считая этот способ более надежным, нежели завоевание. Манхэттен, как известно, был куплен за сущие гроши. А вот французскую Луизиану Наполеон в 1803 году продал за 15 миллионов долларов. Общественность Соединенных Штатов была вовсе не в восторге от приобретения Аляски. Аляску называли «сундуком со льдом». Газеты пестрели заголовками типа «Глупость госсекретаря Стюарда», «Стюардовский сундук со льдом» и прочее. Нью-Йорк Геральт иронизировал по поводу наполеоновской затеи Стюарда, который приобрел для Америки 50 тысяч эскимосских жителей, из которых каждый в состоянии выпить по полведра рыбьего жира за завтраком. Сенат США ратифицировал договор лишь большинством в один голос. Кстати, само наименование «Аляска» появилось при прохождении договора о покупке русской Америки через Сенат США. Тогда сенатор Чарльз Самнер в своей речи в защиту приобретения новых территорий дал им новое наименование «Аляска». То есть большая земля, следуя традициям коренного населения Алиутских островов. Через 30 лет после приобретения никому не нужного ледяного сундука на реке Юконе нашли золото, после чего началась знаменитая золотая лихорадка. А еще через какое-то время там открыли огромные нефтяные запасы. И та же Нью-Йорк Геральт назовет приобретение Аляски важнейшей из международных сделок нашего времени. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!